здравствуйте дорогие друзья сегодня будем производить пересадку сортовых цветущих орхидей которые были на адаптации от трех до пяти дней и посмотрим что с ними случилось котик чуть мешаешь были на адаптации я с ними ничего не делаю просто с поднизу немножко поливала корневая у них хорошем состоянии можно сказать в отличном состоянии но мне не нравится что воздушные корни сохнут дальше цветоносы сбросила один цветочек остался цветонос не продолжает свое цветение но это ладно и он начал болтаться в горшке этот цветок это сортовая орхидея black strippes и надо посмотреть корневую чтобы не было там каких-то сюрпризов загниваний и прочих дальше следующий следующий орхидейка тоже идет сортовая орхидейка как ее зовут забыла амадора то буква стерлась амадора конечно же амадора и тоже у нее видите горшочки корней достаточное количество но пожелтел листочек в горшке она не болтается отсушила целый цветонос это в течение пяти дней от трех до пяти дней я говорю этот цветонос плотный но цветочки засушивает эти постепенно они уходят их было много много цветочков было сейчас суши и поэтому нужно разобраться в этой ситуации если орхидея ведет себя не так как я вам показала как вот вот этот вариант вот смотрите цветет продолжать цветение до сухие воздушные корни подсохли но цвета доносы не сушит смотрите цветочки как были прекрасном состоянии так и остались то можно ее оставить чтобы она чуть-чуть подсвела это по-видимому не такой прислали механическое повреждение или погрызг кто-то но она хорошем состоянии корни у нее отличные постричь я ее поставила в кашпо чуть-чуть на дно наливаю водички на два пальца и так она у меня продолжает свистеть смотрите какая красота эту орхидею я пересаживать не буду это каскадное цветение ее пересаживать не нужно а те две орхидею которые повели себя стрессанули как говорится их нужно посмотреть корневую систему котик ты мне немножко мешаешь ушел бы отсюда дорогой что такое и так приступим к разборку корней так как этому накатану то мне надо на орхидею смотрите сначала black strippes которая болтается горшочек вынимаем из горшка как мы вынимаем из горшка смотрите горшочек обмяли руками и аккуратненько вытаскиваем должно посыпаться все подрезать горшочек где надо потому что корневая немножко спуталась горшок конечно лопну мне нужно посмотреть из-за чего это все произошло и тут не поддается а здесь корешочек немножко пошел в другую сторону и он все держит горшок поломал смотрите сколько корней но нужно убрать вот этот торфяной стакан из-за этого стакана тоже может все происходить корневой тут ничего такого нет смотрите корневая в отличном состоянии ну чё ж она стрессанула может просто закончила свое цветение ну корневая обалденная посмотрите сказка сейчас я возьму секатор я думала там намного хуже дела горшочек не подписан на нем ничего не пишется название хотелось бы серьезное название чтобы было как на той орхидееке ну ладно так что мы будем делать для начала работы берем секатор и нужно его обязательно обработать обрабатываю я перекисью водорода просто обрабатываю пшиковым и все и готово теперь мне нужно обрезать сухие корешочки я их сильно обрезать не буду вот видите вот в этом месте корешок получился изгиб и он подсох он теряет декоративность я его просто срежу сейчас я чуть-чуть опущу чтобы видно было и будем обрезать смотрим дальше что можно обрезать у этой орхидееке вот полностью высох корешок аж у основания и я его конечно же тоже срежу зачем он будет тянуть силы эти сухой корешок дальше засохший цветонос срежем ага первым делом надо убрать вот этот торфяной стакан мы его вот апчик в нескольких местах и аккуратненько и аккуратненько будем убирать когда мы уберем этот торфяной стаканчик мы будем уверены в том что орхидееке не поступает лишняя влага потому что он как губка набирает в себя влаги и очень много держит ее дальше держатель можно снять так как цветов мало и орхидейка сама себя удержит смотрим вниз где был торфяной стаканчик смотрите она начала подгнивать корневая видите один корешочек подгнил его желательно обрезать чтобы не пошла гниль дальше немножко пошло конечно но не сильно это место мне что не нравится ладно так смотрим вот этот фласочный листочек который поврежден я его срежу он теряет декоративность он плотный хороший но под ним видите какой черный почернил листочек вот так я срезаю пополам и теперь делю в разные стороны я пообещала показать полная пересадку этого растения знаете вот это наверное тоже с ним нет до половины срежу вот так вот так вот так и эту сторону ой он черный цветонос вот здесь белая среза я ее заглублять не буду чтобы не не было загниваний вот здесь что у нас не бойтесь пересаживать свои цветущие орхидеи с ними ничего не будет первым делом когда вы пересаживаете идет на пользу то что мы убираем этот торфяной стаканчик это уже критичная зона у брата потом сухие корешки лишние и чем она будет тянуть и одновременно посмотрим шейку здоровая она или не здоровая в каком состоянии все моя орхидейка в норме ее можно посадить обратно в горшок для своей посадки я выбрала двойной горшочек с фитилем просто ставлю орхидеечку и прокручиваю горшок в правую сторону или в левую как кому нравится по часовой стрелке или против часовой и буду засыпать ее этим грунтом так как орхидея полностью здорова никаких у нее нет ничего ни вне ни вне ничего этот грунт можно сохранить он подходит его конечно меньше так как я в другой горшочек сажаю но я добавлю мху с сверху посадочка посадочка потом я добавлю мох а забыла самое главное вот это место среза обработайте пожалуйста перекиси водород ничем замазывать не надо ни зеленкой ничем просто обработать и перекиси водорода и все больше ничего делать одну орхидейку мы освободили убедили что в ней не загнили в амадоре корневая в хорошем состоянии начал желтеть листочек и воздушные корни не нравятся мне давайте будем ее вынимать тоже из горшка кому интересно оставайтесь со мной смотрите о как легко она вышла в моем видео сейчас покажу как корневая ой какие плотные корешочки хорошие посмотрите вот это фласочный листочек его можно спокойно снять и ничего не делать с ним вот этот торфяной стаканчик он даже не в пластмассовой штучке он мокрый девочки и мальчики сильно мокрый его нужно убрать обязательно он конечно держит влагу помогает орхидейки держать влагу но лишнего нам не надо смотрите как хорошо на корешки супер вот эти воздушные сейчас подрежу и все наверно восстановится я думаю сама подсушит обработаем секатор после той орхидейки хотя там ничего не было но обработать не помешает обрезаем корневую прямо у основания этот корешок уже ничем не поможет вот здесь обрезаем а если вы обрезали свежий корешок ну случайно там или специально то нужно его обработать вот здесь я чеканула по свежему месту перекисью водорода обработали и все у нее будет хорошо вот так что они еще срежем цветонос сухой срежем нам уже не нужен вот и палочка от пола и вот этот корешок мне не нравится я не знаю его срежу в основании у нее достаточно корней можно и не жалеть этот корешок мне не нравится вот вот какой сухой на конце правда плотный но вот здесь есть чернота и поэтому я его удалила эти корни трогать не буду этот хороший у нее ничего такого не произошло она начала сбрасывать листочки из-за своего торфяного стаканчика сильно много влаги не было просушки и поэтому моя амадора начала так себя вести а листья у нее плотные хорошие замечательные сейчас мы ее посадим в этот же грунт и в ее родной горшочек садим в горшочках опускаем корневую систему и немного прокручиваем все и теперь засыпаем ее родным грунтом поливать ее надо умеренно ну дня три я поливать точно не буду потому что вот это все вот мокрое и ей хватит влаги еще мы там подрезали кое-где и поливать я не буду так постукиваем немножечко чтобы упали кора упала на дно горшочка чтобы меньше было пропусков а так она замечательное растение я думала там что-то серьезное а там все в порядке как меньше горшочек лучше наверное blackstrippes я пересажу в меньший горшочек то там болтается сильно сейчас я найду он есть сейчас пересажу я уже вам показывать не буду вот смотрите амадора прекрасная амадора сегодня была пересадка двух орхидей экстренных орхидей ну экстренная пересадка так как они начали сбрасывать цветоносы цветочки и засушивать видите сухие может просто закончилось цветение а вот она продолжает наращивать новые цветоносы цветочки смотрите продолжает свое цветение прелесть а это а это не хочет это засушила blackstrippes ну красивый цветочек такой он большой я вам скажу вот смотрите на ладошку я поставил видите какой красивый как бабочка такое приятное растение сейчас вам покажу немножко красоты своей эту орхидейку я спасала эта орхидея мне сказали что блысковка называется молния она вот тоже стоит у меня с открытой корневой в горшочке немножко воды с препаратом hb101 и она вся стала плотная и скоро будет готовиться к посадке я жду от нее чтобы пошел рост новых корней и тогда будем сажать дальше вот у меня белоснежка рядом стоит тоже с открытой корневой цветочки все плотные начала наращивать вот почечка открывается и тоже стоит с открытой корневой да у этой блысковки по-украински или молния растет новый листочек видите какая красота все у нее хорошо препарат hb101 делает свое дело это орхидеечка у меня бронзовый буда это она пахнет тоже у нее все в порядке листик растет цветы распускаются все у нее хорошо и покажу вам каскадная сейчас я обрежу воздушные корни а пересадку делать не буду она мне очень нравится у нее все в порядке цветочки держатся цветы цветы не сбрасывать ничего только вот эти воздушные корни теряют декоративность а так все хорошо все мне нравится всем удачи всем пока ждите новых видео